Берем чеснок, прям вот так его рукой раздавливаем, тем самым передаем в него свою положительную энергию. Оливковое масло, пряности, салатные листья и мидии. И, конечно же, любовь – главный ингредиент всех блюд Алексея Шефера. Сегодня виртуозно готовит салат. Съемочная группа ассистирует. Прямо такой нет горочкой. Да, в центре красиво кладем такую горку. Да, вот, у вас замечательно получается. Готовить Алексей любил с детства, но в подростковом возрасте с делом всей своей жизни едва не разминулся. Вообще по образованию я айтишник, заканчивал губернаторскую программу, президентскую программу. То есть там у меня и финансовое образование. Как пришел я к этому своему делу жизни, можно так его назвать. То есть я сходил на кулинарный мастер-класс, мне очень-очень понравилось. Потом пошел на второй мастер-класс, на третий мастер-класс. Ну и, как говорится, затянуло. Мне было тогда 32 года. В 32 года из физика Алексей превратился в лирика. И вот уже на протяжении пяти лет занимается творчеством на кухне, преподает кулинарные мастер-классы. А не так давно даже принял участие в популярном шоу на телеканале «Пятница. Битва шефов» с прославленным шеф-поваром Константином Ивлевым и королем кондитеров Ренатом Акзамовым. Для меня большая честь пригласить такого льва в свою команду. Акзамов вообще был просто. Наверное, на седьмом небе он так прям с таким аппетитом ел эти щечки, сказал «да, да, боже, это очень вкусно». Две команды по пять участников. Алексей удивлял лагманом и гастрономической бомбочкой, картофельным оргазмом. Последнее блюдо не зашло Константину Ивлеву. В финал барнаульскому шефу прорваться не удалось. Картошка не понравилась? Да, картошка на самом деле была идеальная. То есть она у меня была, я считаю, что лучшей на самом деле. Ну, как говорится, шефу видней. Но от шоу у Алексея остались лишь положительные эмоции. В планах участие в третьем сезоне «Битва шефов». Барнаульский повар уверен, что там-то заберет первое место. А пока цель – развивать кулинарию в Алтайском крае. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.